Книга «Открытым оком». Тема «Коммунизм». Том 29. Вопрос. 4011. Если анафема патриарха Тихона на тогдашних врагов не отменена, то тогда с патриаршами иметь дела даже крайне опасно. А при чем они, если поступают правильно? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Я стараюсь не заглядывать на невидимую сторону, рассуждать о благодатности, но судя по сегодняшним делам, как лютуют попы против евангельской проповеди и евангельской веры, как беззастенчиво умышленно лгут с кафедры против истины. То очень уж похоже на то, что дом тот пуст. Но не может же дьявол быть святым только за то, что сверху противление истине наденет священнические одежды. Мне не нужно даже спрашивать, когда приезжаю в районный центр, в иное село или даже в город. Если где поблизости не открыт храм под хриархией, то люди с удовольствием слушают благую весть, желают встретиться. Но если там есть или был поп, то он протравил все до центра, и люди ничего не желают слышать. Евангелие не берут в руки, не слушают весть о Христе. Это лето 2008 года. Я много ездил по районам Алтайского края. И везде одна и та же картина. Где был поп, там как будто выпарились драконы из змеиных яиц. Злоба против святой Библии, против истины. Но если там встретишь тех, кто в храм не ходит, то можно свободно беседовать, берут подарок, Новый Завет. К попам, как к ветхозаветным жидам, вполне относятся слова Спасителя нашего. Матфея 23.32 Дополняйте же меру отцов ваших. Цитата. В 1927 году временный заместитель патриаршего местоблюстителя митрополит Нижегородский Сергий Строгородский, самочинно превысив свои полномочия от имени всей полноты русской церкви, издал печально известную декларацию о единстве церковных интересов с интересами богоборческого государства, оставленную им в соответствии с требованиями советской власти. Наиболее авторитетная часть русского епископата, как в самой России, так и за границей, принципиально не могла согласиться с новой антицерковной политикой митрополита Сергия, что привело к новому расколу в русской православной церкви. То есть православные архиереи, которые словом или делом опротестовали беззаконные действия митрополита Сергия, скоро оказались в страшных застенках ГПУ, были замучены в тюрьмах и лагерях, медленно умирали в ссылках. Эти новые исповедники и мученики осудили митрополита Сергия, как раскольника, еретика и богоотступника, лишив его, цитата, права предстоятельства русской церкви. Святитель новомученик епископ Алексий Воронежский Однако митрополит Сергий Строгородский не внял призывом святых новомучеников и исповедников российских и при содействии ГПУ НКВД создал собственный раскол, получивший по имени его родоначальника имя Сергий Анский. В этом расколе в 1943 году по личному распоряжению Сталина, преобразованном в московскую патриархию, постепенно утвердилось и новое лжеучение, также получившее наименование сергианство. Характеризует духовную сущность этого нового лжеучения, то есть сергианство. Выдающийся иерарх РПЦЗ, архиепископ Виталий Максименко, писал, что, цитата, «это не личный грех того или иного иерарха, а коренной грех московской патриархии, утвержденный, провозглашенный, связанный присягой пред всем светом, так сказать, догматизированный апостасис». По сути, сергианство – грех, связавший всех без исключения от членов Советской Церкви, связавший их уже в силу одной только органической принадлежности к ней, имеющей в качестве своего закладного камня не Христа истину, а ложь и отца лжи, присягу на верность, которому принесли авторы Декларации 1927 года. С тех пор каждый новый «патриарх» Советской Церкви, каждый иерарх и священник, а в их лице и все так называемые «верные чада» Московской Патриархии, как признающие над собою духовную власть этих «патриархов», обязывались быть верными исполнителями сей страшной присяги, обогренной кровью святых новомучеников и исповедников российских. Поэтому все, высказанное святыми новомучениками и исповедниками относительно личности и деяний духовного основателя Советской Церкви Митрополита Сергия, приложимо и к ней в самом целом, поскольку горькие плоды Сергиевской Декларации до сих пор этой церковью износятся. Высшие руководители Патриархии последний раз о своей верности Декларации 1927 года официально заявили на Архиерейском Соборе 1990 года под председательством Патриарха Алексия II в Свято-Даниловом монастыре в воззвании Собора к архипастырям, пастырям и всем верным чадам РПЦМП говорилось. Цитата. Со всей ее определенностью мы обязаны подчеркнуть, что Декларация 1927 года не содержит ничего такого, что было бы противно Слову Божию, содержала бы ересь и таким образом давала бы повод к отходу от принявшего ее органа церковного управления. Таким образом, Собор Иерархов Московской Патриархии еще раз осудил святых новомучеников и исповедников российских. Еще раз отрекся от их мученического и исповеднического подвига. Отрекся даже тогда, когда, казалось бы, впервые за 70 лет большевистского ига стало возможным свободно исповедовать истину. Что же на самом деле в своей Декларации провозглашал митрополит Сергий Строгородский и его Синод? Ключевыми словами документа по общему признанию являлось следующее выражение. Цитата. «Мы хотим быть православными и в то же время признавать Советский Союз нашей гражданской Родиной, радости и успехи которой наши радости и успехи, а неудачи наши неудачи». Под словом «Родина» митрополит Сергий подразумевал отнюдь не Россию, как нам постоянно пытаются внушить сергианские апологеты, а СССР – богоборческое государство. Это доказывается общим контекстом декларации, в которой, между прочим, говорилось, «Мы – церковные деятели, не с врагами нашего советского государства, а с нашим народом и нашим правительством». И далее. «Всякий удар, направленный в Союз, будь то война, бойкот, какое-нибудь общественное бедствие или просто убийство из-за угла, подобное Варшавскому, сознается нами как удар, направленный в нас». Конец цитаты. Этим последним митрополит Сергий и его сподвижники уже полностью отождествляли себя с большевиками-богоборцами, поставив между собой и ими, по сути дела, знак равенства. Ибо под понятие «бойкот» легко подводится непризнание святыми новомучениками и исповедниками «легализованной советами в кавычках церкви». А под, цитата, «убийством из-за угла, подобным Варшавскому», подразумевается казнь советского посла-еврея Пинхуса Вайнера Войкова, одного из главных палачей царской семьи, совершенная в июне 1927 года в Варшаве на вокзале русским гимназистом Борисом Кавердой. Таким образом, вся московская патриархия в лице митрополита Сергия декларировала свое полное единство с убийцами святых новомучеников и исповедников российских и палачами царской семьи. Декларировала, цитата, «не на словах, а на деле», как выразился сам митрополит Сергий, оказав советской власти деятельную услугу в ликвидации православных епископов как контрреволюционеров и, цитата, «политических преступников». При этом необходимо подчеркнуть, что высшее руководство московской патриархии никогда не отрекалось от декларации 1927 года, никогда не приносило покаяния за соучастие в пролитии крови мучеников, а значит, все написанное в ней все еще остается в силе. Поэтому никакие лицемерные покаяния этих руководителей в грехе цареубийства, никакие церковные мероприятия по прославлению новых мучеников и исповедников не уменьшат их ответственности, доколе не будет общесоборного от лица всей московской патриархии осуждения декларации 1927 года признания этого акта целиком и полностью как преступного и предательского и покаяния за содеянное митрополитом Сергием и иже с ним иерархами беззакония. А пока все деятели московской патриархии уподобляются древним книжникам и фарисеям, которых обличал Господь. «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что строите гробницы пророкам и украшаете памятники праведников и говорите, если бы мы были во дни отцов наших, то не были бы сообщниками их в пролитии крови пророков». Таким образом, вы сами против себя свидетельствуете, что вы сыновья тех, которые избили пророков. «Дополняйте же меру отцов ваших, змии, порождение ехиднины, как убежите вы от осуждения в гиену». Евангелие от Матфея 23-29 Святые новомученики и исповедники и современные высшие деятели и верные чада московской лже-патриархии – две диаметрально противоположные единицы. Церковь мучеников и церковь мучителей, церковь распинаемых и церковь распинателей, «Советская и катакомбная церкви несовместимы», говорил святой новомученик епископ Максим Серпуховский. Выдающийся иерарх РПЦЗ, архиепископ Вашингтонский и флоридский Никон Рклицкий в своей известной речи о патриархе Тихоне, прочитанной в Синодальном зале в Нью-Йорке 24 марта по старому стилю, а по новому 6 апреля 1975 года, приводя текст послания патриарха Тихона об анафематствовании обновленческого раскола и его самочинного ВЦУ, говорил, цитата, «Мы приводим это послание потому, что современная московская патриархия в своих отношениях к советской власти, в международных отношениях с богоборческим движением, в своем управлении ее представителем безбожной власти и, может быть, еще кое в чем идет по пути живой церкви». Владыка Никон тогда же сказал «Очевидно, митрополит Сергий предполагал, что благодать Божия, которую он надеялся проповедовать под покровительством безбожной власти, победит коммунизм и в России установится православный строй жизни. Однако оказалось, что благодать Божия требует истины и несовместимо с ложью и обманом, что неизбежно при сотрудничестве с коммунистическим правительством и что невозможно одновременно служить Богу и Мамоне». Евангелие от Матфея 6,24 Конец цитаты Как пояснял Владыка Никон, Московская патриархия является прямой наследницей обновленчества преданного Святым Патриархом Тихоном Анафеме. При всем этом следует обратить особое внимание на то, что Анафеме, то есть отлучению от церкви, были преданы не только обновленческие лидеры, но и, цитата, «все имеющие с ними какое-либо общение». То есть не только идеологи обновленчества и сергианства их вожди, но и «и же с ними», не только проповедующие экуменическую ересь, но и, цитата, «и же имут общение с семи еретики». Как видно из текстов анафематствований, обновленчества и экуменизма. Но что такое Анафема в точном смысле по учению православной церкви? Свидетель Феофан Затворник так отвечает на этот вопрос. Смысл Анафеме тот, что подвергшийся ей извергается из церкви и, становясь вне ее, не только лишается благодати ее, но и подвергается всем безблагодатиям, кои вне ее. А сербский канонист епископ Никодим на основании свято-отеческого учения говорил, что под словом Анафема всегда необходимо, цитата, «разуметь окончательное отлучение от церкви, последствием которой является вечная гибель». Сторонники Унии РПЦЗ с Московской Патриархией сегодня пытаются апеллировать тем фактом, что последнее прославило в лике святых новомучеников и исповедников многих святых отцов церкви катакомбной, отвергших декларацию митрополита Сергия и его синод, считая его отступническим. Однако этим они только усугубляют свой грех, а сам факт прославления во святых сих отцов на самом деле изобличает неправедность сергианства и Московской Патриархии. 1 Фессалоникийцам 2.16 «Которые препятствуют нам говорить язычникам, чтобы спаслись, и через это всегда наполняют меру грехов своих, но приближается на них гнев до конца». Деяние 17.13 «Но когда филосоникские иудеи узнали, что и в вере проповедано Павлом Слово Божие, то пришли и туда, возбуждая и возмущая народ». Простейшие казалось бы дела запутаются так, что не развяжешь и нанесет к добру песчинок уйму зла в сплошных узлах простой клубок из пряжи. На выверенный тщательно маршрут скалу и валуны вдруг понаперло. Жук колорадский с саранчой сожрут казалось бы наполненные ведра. Бог через горе, беды и несчастья перекрывает спазмами нам горло и умираем, не успев зачаться. Мечты о лучшем запросто так стерлись. Уж царь ли не имел всего в достатке и помощи от силовых структур, но смазывать пришлось военным пятки, прогнозы их смешили даже кур. Устроенное гнездышко семейное уютно легко трещит и рвется пополам и гробом станет теплая каюта невыносимым самый мудрый план. Заботиться о подданных не злить, на благовестников истратиться нещадно, но лжепророков кости из золы не извлекли, теперь там кости чада. Евангелизировать увы, не торопились, тысячелетия толклись в монастырях, канонизировали вовсе уж бескрылых и не прислушались к писаниям, а зря. Все по-другому было бы с Россией, путь исторический совсем иным мог стать, царя, глядишь, так быстро б не сместили, враг воцарился там, где не было Христа. Все упование на Бога возложивший не одинок. Ему Христос Учитель, друг и брат, Он к переходу смерти сну пожитки успеет вовремя и загодя собрать. 17 июля 2008 года. Игнатий Лапкин Редактор Россию Корректор Продолжение следует...